Памятник Франциску Скорини Макет памятника был изготовлен скульптором Алексеем Глебовым еще в 1946 году, но ждать своего воплощения в бронзе ему пришлось почти 30 лет. Алексей Глебов умер за 6 лет до открытия памятника. Выполненный им гипсовый макет участвовал в творческом конкурсе уже без автора. В музее выставили две скульптуры этого самого памятника и было два варианта. И наша газета тогда напечатала, что в палачане выбирают какой вариант. И получилось так, что всем показался лучшим вот этот вот вариант, который теперь стоит. Ты вернулся к нам в бронзе, писала об открытии памятника 11 августа 1974 года Полоцкая газета «Стяг коммунизма». Фигура знаменитого палачанина высотой 5,5 метров на 6-метровом постаменте была выполнена продолжателями дела автора Игорем Глебовым и Андреем Заспицким. Архитектор Владимир Марокин вписал монумент в ансамбль площади. Проделанная работа была удостоена государственной премии, а палачане получили достойный памятник великому земляку. Как Ной когда-то спас мир от потопа, так и Франциск Карина спас белорусские земли от безграмотности. Он дал нашему народу, как он сам пишет, посполитому книгу. И позвал эту книгу читать, изучать и исследовать. Он заложил основы белорусского возрождения, медицины, культуры, просвещения. Он стоял у стоков белорусского книгопечатания. Сам был распространителем книги. И как он писал, что Библия его предназначалась именно для простых людей, для людопосполитого. Субтитры создавал DimaTorzok